Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я приветствую всех любителей аквариумистики, а также подписчиков и гостей канала в новой рубрике Подводные джунгли. И как уже можно догадаться из названия, рубрика будет посвящена целиком и полностью аквариумных растений. И в первом выпуске нового раздела на канале я бы хотел поговорить о широко известном и очень распространенном растении замечательного рода Анубиас, о карликовом Анубиасе или Анубиасе Бартера Варнана. На видео у меня представлен Анубиас Бартера Варнана, единственное он у меня не номинальной формы, он у меня вариегатный, то есть вот эти вот белые разводы на листиках, так называемый вирус, это вот называется вариегатность. А так он такой же точно и по размерам и как номинальная форма. И вот в преддверии видео Анубиас у меня начал цвести, поэтому я могу вам показать цветочки. Это третий день цветения, уже тут вот цветок закроется, будет такой же. Но я считаю, что успел, вот показал как вот цветут такие растения рода Анубиас. Ну не только рода Анубиас, а в той или иной степени так цветут все ароидные растения. Итак, карликовый Анубиас или Анубиас Бартера Варнана. Является это растение одним из подвидов Анубиаса Бартера и входит в группу Анубиасов Бартера. И как я уже говорил, это пожалуй самый распространенный Анубиас в наших аквариумах. И это растение действительно в особых комментариях-то не нуждается. Растет везде хорошо, как в полюдариумах, так и под водой. Но как и на корягах, камнях, так и в грунте. Кстати, мое растение полюдариумное, если вы смотрите мои видео по аквариумно-тропическим рыбам, то там справа, немножко видно от меня, можно увидеть один из полюдариумов, в которых как раз этот Анубиас и растет. Карликовая Анубиаса представляет собой небольшие до 10 сантиметров в высоту растения с овальными темно-зелеными листьями. Ну, овально заостренными такими листьями. Корневище ветвится, причем корневище ползущее и располагается горизонтально грунту, то есть растет не вверх, а вдоль грунта и сильно ветвится. Корневая система небольшая и глубоко в грунт не проникает. В природе встречается в Западной Африке, в Камеруне. Растет в болотистой местности вдоль берегов, ручьев и рек. Укрепившись на камнях или корнях деревьев, Анубиас практически всегда располагается под водой. Ну вот, и с этим и связано еще как раз то, что они хорошо растут в аквариуме, потому что и по природе часто располагаются под водой. Но не все растения рода хорошо растут под водой. Многим обязательно нужен выход на берег. Собственно говоря, именно поэтому меня полюдариум. То есть их содержит, как говорится, по колено в воде, где резома корневища с корнями находится под водой, а листья расположены уже во влажной среде полюдариума. А полностью погруженные в воды растения растут плохо, деградируют и в конечном счете погибают. Это вот относится в частности к ушастым формам и видам Анубиасов. Ну ладно, не будем отвлекаться, вернемся к нашему карликовому Анубиасу. Анубиас нама является одним из самых теневыносливых растений. Ну то есть спокойно может расти, например, под тенью большого Ихинодоруса. Без проблем. Но световой день должен продолжаться не менее 12 часов. Это средний тропический световой день. Ну а раз наше растение из Африки, то нужно светить. Хотя я проводил эксперименты, если интенсивность освещения делать выше, то 10 часов, например, 11, тоже вполне достаточно. Так что будет зависеть от того, как вы освещаете аквариум. Ну как и все Анубиасы, растения медленно растущие и полностью формируют лист за 3-4 недели. Ну это средние данные, если по-простому, 1 месяц 1 лист. Тоже будет зависеть от условий содержания. Иногда этот процесс длится дольше, но хотя у Наны, как правило, 3-4 недели. Корневая система лучше всего развивается в грунте, состоящем из мелкой гальки. И разросшийся куст в аквариуме приподнимается над грунтом, образуя густое сплетение корней. Причем корни, которые выросли над грунтом, имеют зеленый цвет. Так как участвуют в процессе фотосинтеза. Корни, которые, если вытащить из грунта, как правило, белого цвета, как у всех других растений. Ну и еще один момент, связанный с посадкой растений. При посадке корневище резома должна быть обязательно располагаться над грунтом. То есть закапывать нужно только корни. А корневище располагается над грунтом. И по мере разрастания куста, потом он прям, на самом деле, немного поднимается над грунтом. Этот момент нужно учитывать, потому что анубиасы, которые вместе с корневищем закопаны в грунт, растут очень плохо и чувствуют себя, ну, не очень хорошо. Но в аквариуме карликовый анубиас, как правило, является растением переднего плана. Размножают анубиас в основном вегетативно. Я, если честно, вот даже не знаю людей, которые семенами размножают анубиас нано в данное время. Ну, а вегетативно это либо черенкованием корневища, либо отделением дочерних растений. Но советую это делать, ну, когда на черенке, ну, на черенке, в общем, должно оставаться как минимум 5-6 листиков. Или на молодом растении, на дочернем растении, на отводке от основного корневища, когда сформируется 5-6 листиков, вот тогда уже можно его отделить. Но, стоит иметь в виду, что чем больше куст анубиаса, тем быстрее он растет, тем он больше набирает массу. Поэтому я бы от корневища без особых причин не рекомендовал беспокоить, делить его, черенковать. А по мере необходимости просто отделять дочерние растения, ну, и использовать уже кому-то, например, подарить, поделиться. А корневища лучше не трогать. Вот так выглядит карликовая анубиас при содержании в аквариуме, под водой. Растение переднего плана, ну, как и положено. Но при подводном содержании качество листьев уже не такое. Ну, то есть он формирует листья под водой так же, как и на суше. Но так как листья держат долго, то на них может вот нарасти и зеленые водоросли, и даже черная борода. Поэтому качество внешнего видов растений, качество листьев напрямую будет зависеть от биобаланса аквариума. Ну, и от умения аквариумиста поддерживать этот биобаланс и создавать условия не для водорослей, а для растений. Так как анубиасы очень долго держат листья, то при подводном содержании, особенно если в аквариуме биобаланс неустойчивый и есть вспышки водорослей, то листья анубиаса могут зарастать сине-зелеными водорослями, либо вьетнамкой и черной бородой. Но не торопитесь выбрасывать сильно заросший куст или срезать ему все листья. Можно сделать для анубиаса небольшую тепличку, но вплоть до того, что взять небольшой аквариум, и закрыть его стеклом. То есть налить воды, чтобы корневище было под водой, а листья были во влажном воздухе. И поставить такую мини-тепличку, да можно прямо на подоконник. В течение месяца все водоросли погибнут, потому что им нужна обязательно вода, они не могут развиваться во влажном воздухе. И вы спокойно можете анубиас вытащить из теплички и обратно посадить в аквариум. От черной бороды, конечно, по краю пятна останутся, но вот этих веселых мохнатых кисточек не будет, она тоже погибнет. Но в идеале, конечно, лучше создавать условия для растений, а не для водорослей в аквариуме. Но это и так понятно. Ну вот, на этом наш первый выпуск в новой рубрике «Подводные джунгли» подходит к концу. Я надеюсь, что информация была для вас полезна. Надеюсь, что выпуск вам понравился. Предлагаю в комментариях писать свои комментарии. Также можете написать, о каких растениях вы бы хотели услышать обзор, посмотреть видеовыпуск. Я не обещаю, что все пожелания смогу выполнить, но при формировании следующих выпусков я ваше мнение буду обязательно учитывать. Ну и на этом я заканчиваю выпуск. Желаю вам много удачи в нашем интересном хобби. Всего доброго и до новых встреч.